Пауэр Спортс Интернешнл Сип-джин Сип-джин олицетворяет собой Сип-джинсен, 10 дольше всего живущих существ. Это солнце, горы, вода, камни, облака, сосны, трава вечной молодости, черепа, хелень. Комплекс Сип-джин-ген-сен символизирует их и подражает им в своих движениях. Линия движения Сип-джин представляет собой крест, который, в свою очередь, олицетворяет собой число 10 в десятиричной системе и является вечным числом. Новыми движениями в комплексе Сип-джин являются двойной верхний блок, круговой блок, рубящий удар, захват открытой рукой, двойной пробивающий удар и крестообразный захват. Новыми движениями в комплексе Сип-джин-ген-сен символизирует их и подражает им в своих движениях. Новыми движениями в комплексе Сип-джин-ген-сен символизирует их и подражает им в своих движениях. Новыми движениями в комплексе Сип-джин-ген-сен символизирует их и подражает им в своих движениях. Новыми движениями man-сен символизирует их и подражает им в своих движениях. Новыми движениями в комплексе Сип-джин «Сип-джин-ген. Движениями. Основная стойка. Шаг левой ногой в сторону, взгляд в направлении Ка». Движение первое. При фиксированных передней стойке ногах, руки переводятся от пояса к груди, после чего поднимаются к голове. После верхнего блока выполняется наружный блок. Второе. Поворот тела в левую сторону, при этом нога движется в направлении так. После принятия задней стойки выполняется жесткий наружный блок. Третье. Левая нога перемещается в направлении так. После принятия передней стойки медленно открывается правая рука, после чего выполняется пронзающий удар. При этом правая рука закрывает сверху левый локоть. Далее правая рука переводится наружу и выполняется рубящий удар. Четвертое. После перехода в переднюю стойку выполняется двойной пробивающий удар. Пятое. Поворот тела в левую сторону, при этом правой ногой делается шаг в направлении К. После принятия стойки в заднике выполняется двойной верхний наружный блок. Шестое. Левая нога переставляется в направлении так. После выполнения косо удар локтем делается шаг в сторону правой ногой. После принятия стойки в заднике выполняется боковой пробивающий удар. Седьмое. Поворот тела в левую сторону, при этом правая нога движется в направлении Ла. После принятия стойки в заднике выполняется двойной удар локтем. Восьмое. Левая нога ставится рядом с правой, после чего делается шаг правой ногой в направлении Ла. После принятия задней стойки выполняется жесткий наружный блок. Девятое. Правая нога переставляется в направлении. После принятия передней стойки открывается правая рука и выполняется пронзающий удар. При этом левая рука проходит над локтем правой руки. Десятое. При зафиксированных ногах принимается передняя стойка, после чего выполняется двойной пробивающий удар. Одиннадцатый. Тело поворачивается в правую сторону, при этом левой ногой делается шаг в направлении Ла. После принятия стойки в заднике выполняется верхний наружный блок. Двенадцатый. Шаг правой ногой в направлении Ла. После выполнения косо-удара локтем, левая нога отставляется в сторону. После принятия стойки в заднике выполняется верхний боковой пробивающий удар. Тринадцатый. Тело поворачивается в правую сторону, при этом левая нога двигается в направлении Та. После принятия стойки в заднике выполняется двойной удар локтями. Четырнадцатый. Тело поворачивается в правую сторону, при этом правая нога двигается в направлении Ла. После принятия задней стойки выполняется жесткий наружный блок. Пятнадцатый. Правая нога подвигается в направлении На. После принятия передней стойки медленно открывается правая рука, после чего выполняется пронзающий крестовый удар, при этом левая рука проходит над локтем правой. Далее левая рука медленно двигается наружу, после чего выполняется рубящий удар. Шестнадцатый. При зафиксированных ногах принимается передняя стойка, из которой выполняется двойной пробивающий удар. Семнадцатый. Шаг левой ногой вперед в направлении На. После принятия задней стойки выполняется нижний рубящий удар, при котором тыльная часть правой руки направлена вверх. Восемнадцатый. Шаг вперед правой ногой в направлении На. После принятия передней стойки выполняется открытый блок. Девятнадцатый. Шаг правой ногой вперед. После принятия стойки в саднике выполняется двойной наружный пронзающий удар. Двадцатый. При зафиксированных ногах принимается стойка садника, после чего выполняется двойной крестообразный блок. Двадцать первое. При зафиксированных ногах принимается шагающая стойка, после чего медленно выпрямляются колени и крепко сжимаются кулаки. Двадцать второе. Поворот тела в левую сторону, при этом левая нога медленно передвигается в направлении К. После принятия передней стойки выполняется косой, пробивающий удар локтем. Двадцать третье. При зафиксированных ногах принимается передняя стойка, после чего медленно выполняется блок, восходящий с солнцем. Двадцать четвертое. Выполняется удар вперед, при этом правая нога переставляется в направлении К. После принятия передней стойки выполняется двойной пробивающий удар. Двадцать пятый. Выполняется удар вперед, при этом левая нога переставляется в направлении К. После принятия передней стойки выполняется двойной пробивающий удар. Двадцать шестой. Оба кулака переводятся в левую сторону, после чего выполняется удар вперед. Затем прыжок вперед, при котором левая нога ставится на пол за правой ногой. Тем самым принимается обратная кошачья стойка, из которой выполняется верхний наружный блок. Двадцать седьмое. Тело поворачивается в левую сторону, при этом левая нога двигается в направлении Н. После принятия передней стойки выполняется двойной удушающий захват. Двадцать восьмое. Левая нога медленно переставляется назад. После принятия задней стойки открытой рукой выполняется двойной нижний крестовый блок. Двадцать девятый. Шаг правой ногой вперед в направлении Н. После принятия задней стойки выполняется наружный пронзающий удар. Тридцатый. Шаг левой ногой вперед в направлении Н. После принятия задней стойки выполняется резкий и длинный пробивающий удар. 31. Шаг правой ногой вперед в направлении на. После принятия задней стойки выполняется короткий и длинный пробивающий удар. Возврат к исходной стойке. При использовании левой ноги в качестве оси тело поворачивается направо. Посмотрим еще раз 31 движение комплекса Сип Джин. Продолжение следует... 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 Пятое. Поворот тела в левую сторону, при этом левая нога движется в направлении К. После принятия передней стойки выполняется нижний блок. Шестое. Левая нога немного продвигается к правому. После принятия задней стойки выполняется верхний пронзающий ручной блок. Седьмое. Выполняется удар вперед, при этом правая нога переставляется в направлении К. Далее из задней стойки выполняется нижний пробивающий удар. Восьмое. При зафиксированных ногах принимается задняя стойка, после чего плавно, но с силой, выполняется обратный наружный блок. Девятое. Выполняется удар вперед, при этом левая нога движется в направлении К. После принятия задней стойки выполняется нижний пробивающий удар. Десятое. Небольшой шаг вперед левой ногой в направлении К. После принятия передней стойки выполняется верхний блок. Одиннадцатое. Шаг вперед правой ногой в направлении К. После принятия передней стойки выполняется верхний толкающий пробивающий удар. Двенадцатое. При зафиксированных ногах принимается передняя стойка, из которой выполняется с участием обеих рук внутренний блок. Двенадцатое. Тринадцатое. Шаг правой ногой назад в направлении К. После принятия задней стойки выполняется нижний рубивающий удар. Четырнадцатое. Выполняется удар вперед. При этом правая нога возвращается в первоначальную позицию. После принятия передней стойки выполняется двойной пробивающий удар. Пятнадцатое. Поворот тела в левую сторону. При этом правая нога движется в направлении Н. После принятия стойки всадника выполняется двойной верхний блок. Шестнадцатое. Обе ноги зафиксированы. После принятия стойки всадника выполняется нижний блок. Семнадцатое. При ногах, зафиксированных в стойке всадника, выполняется пронзающий удар рукой. Восемнадцатое. После фиксации ног в задней стойке, выполняется нижний удар кулаком. Девятнадцатое. Приподнимается правая нога. После принятия стойки журавля, выполняется нижний блок. Двадцатая. При зафиксированной стойке, выполняется подготовка к боковому удару. После перевода кулаков к левому бедру, выполняется боковой удар. Двадцать первая. Выполняется боковой удар в направлении К. При этом правая нога ставится на то место, где ранее была левая нога. После принятия стойки журавля, выполняется нижний блок. Двадцать второе. При зафиксированных ногах, выполняется подготовка к боковому удару. После перевода кулаков к правому бедру, выполняется боковой удар. Двадцать третье. Выполняется боковой удар в направлении Н. При этом левая нога выставляется вперед. После принятия передней стойки, выполняется обратный пробивающий удар. Двадцать четвертое. Шаг вперед правой ногой в направлении Н. После принятия передней стойки, выполняется толкающий пробивающий удар. 25. Поворот тела в левую сторону, при этом левая нога движется в направлении Та После принятия задней стойки выполняется рубящий удар 26. Шаг вперед правой ногой в направлении К После принятия задней стойки выполняется верхний рубящий удар 27. Поворот тела в правую сторону, при этом правая нога движется в направлении Ла После принятия задней стойки выполняется нижний рубящий удар 28. Шаг левой ногой вперед в направлении Ла После принятия задней стойки выполняется верхний рубящий удар Возврат к исходной стойке Используя правую ногу в качестве оси, поворот тела в левую сторону А теперь рассмотрим 28 движений Джи Таи сначала ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Чонгон олицетворяет и символизирует небо На небе находится исток нашей жизни И люди всегда поклоняются ему ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Линии движений Чонгон представляют собой связь человека и неба, которые находятся между собой в тесной зависимости. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Новыми движениями в Чонгон являются Двойной удар рукой, Переходящий в двойной удар снизу, Двойной верхний блокирующий и пробивающий удар, Круговой и серпообразный удар, Кошачья стойка, Двойной удар рукой сверху вниз и круговой статический блок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Рассмотрим 27 движений Чонгон более детально. Основная стойка. При зафиксированных ногах принимается стойка готовности. Обе руки находятся в области живота. Первое. При зафиксированных в стойке готовности ногах обе руки переводятся к груди. При этом пальцы направлены наружу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Третье. Обе руки переводятся вперед в область груди, после чего левой ногой делается шаг назад. После принятия задней стойки выполняется двойной удар снизу. Четвертое. Поворот тела в правую сторону на ступнях ног. После принятия передней стойки выполняется пронзающий рубящий удар. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пятое. Левая рука переводится к левому бедру. Шаг левой ногой в направлении К. После принятия передней стойки выполняется обратный пробивающий удар. Шестое. Поворот тела в левую сторону на ступнях ног. После принятия шагающей стойки выполняется пронзающий рубящий удар. Седьмое. Правая рука переводится к правому бедру. Шаг правой ногой в направлении К. После принятия передней стойки выполняется обратный пробивающий удар. Восьмое. Поворот тела в правую сторону на ступнях ног. После принятия шагающей стойки выполняется пронзающий удар. Девятое. Правая рука сжимается в кулак и переводится к груди. Выполняется боковой удар. После чего левая нога переставляется в направлении К. После принятия передней стойки выполняется нижний блок. Десятое. Шаг правой ногой вперед в направлении К. После принятия передней стойки выполняется толчковый пробивающий удар. Одиннадцатый. Поворот тела в левую сторону, при этом левая нога движется в направлении Ла. После принятия задней стойки выполняется наружный блок. Двенадцатый. При зафиксированных в задней стойке ногах левой рукой выполняется круговое движение наружу, после чего выполняется двойной пробивающий блок. Тринадцатый. Шаг правой ногой вперед в направлении Ла. После принятия задней стойки выполняется двойной верхний блок, затем пробивающий удар. Тринадцатый. Поворот тела в правую сторону, при этом правая нога движется в направлении Та. После принятия задней стойки выполняется наружный блок. Пятнадцатый. При фиксированных после принятия задней стойки ногах делается круговое движение правой рукой. Далее выполняется двойной верхний пробивающий удар. Шестнадцатый. Шаг вперед левой ногой в направлении Та. После принятия задней стойки выполняется верхний пробивающий удар. Семнадцатый. Поворот тела в левую сторону, при этом левая нога движется в направлении Ла. После принятия задней стойки выполняется наружный блок. Восемнадцатый. При зафиксированных после принятия задней стойки ногах выполняется толкающий пробивающий удар. Девятнадцатый. Выполняется удар вперед, при этом правая нога выставляется вперед. После принятия передней стойки выполняется толкающий пробивающий удар. Двадцатый. Двадцать второе. Правые и левые ноги немного выдвигаются вперед в направлении на. После принятия стойки всадника выполняется верхний боковой пробивающий удар. Двадцать третье. Прыжок через правую ногу. Перед тем, как ноги коснутся земли, поворот на 360 градусов, после чего выполняется серпообразный удар. Поворот тела в левую сторону. После принятия стойки всадника выполняется верхний боковой пробивающий удар. Двадцать четвертое. Поворот тела в левую сторону, при этом левая нога оказывается перед правой ногой. После принятия задней стойки выполняется верхний блок наружу и нижний блок. Правая рука медленно, но с силой открывается. Левой рукой выполняется нижний блок. Правой рукой верхний блок. Двадцать четвертое. Ноги зафиксированы. Взгляд в направлении на. После принятия стойки всадника выполняется верхний наружный блок и нижний блок. При этом нижний блок выполняется правой рукой, а верхний блок левый. Двадцать шестое. Поворот тела в левую сторону, обе ноги вместе. Открываются обе руки. Далее руки широкими круговыми движениями отводятся от пояса. Шаг правой ногой в направлении ка. Руки возвращаются к бедру. После принятия кошачьей стойки медленно, но с силой выполняются верхние и нижние удары ладонями. Двадцать седьмой. Правая нога приставляется к левой. Обе руки широкими круговыми движениями переводятся на руку. Шаг левой ногой вперед в направлении ка. При этом руки возвращаются к бедру. После принятия кошачьей стойки плавно, но с силой выполняются верхние и нижние удары ладонями. Возврат к исходной стойке. Правая нога зафиксирована. Левая нога приставляется к правой. После принятия исходной стойки обе руки переводятся в область живота. Рассмотрим еще раз двадцать семь движений комплекса Чион Вон. Рассмотрим еще раз двадцать семь движений комплекса Чион Вон. Субтитры подогнал «Симон» Хан Су Хан Су Хан Су Олицетворяет собой воду, которая создает жизнь и обеспечивает рост всему живому на Земле. Воду нельзя ни разрезать, ни остановить. Хан Су характеризуется способностью к приспособлению и силой. Линии движения символизируют воду и соответствуют китайскому характеру. Новыми движениями Хан Су являются двойной наружный пронзающий удар, двойной наружный блок, удар копья, пронзающий удар сверху вниз и двойной пробивающий толчок в область почек. Все движения выполняются плавно, как течение воды. Субтитры подогнал «Симон» Линии движениями Хан Су Движениями Хан Су Движениями Хан Су Основная стойка рука находится в области живота. Левая рука лежит направо. Движениями Хан Су блок. Второе. Шаг правой ногой вперед в направлении К. После принятия передней стойки выполняется двойной внутренний блок. Третье. Шаг правой ногой назад в направлении На. После принятия обратной передней стойки выполняются верхний, наружный и нижний блоки. Четвертое. При зафиксированных ногах поворот тела в левую сторону. После принятия передней стойки в направлении К выполняется обратный пробивающий удар. Пятое. Шаг левой ногой назад в направлении На. После принятия обратной передней стойки выполняются верхний, наружный и нижний блоки. Шестое. Поворот тела в правую сторону. После принятия передней стойки выполняется обратный пробивающий удар в направлении К. Седьмое. Шаг правой ногой назад в направлении На. После принятия обратной передней стойки выполняются верхний, наружный и нижний блоки. Восьмое. При фиксированных ногах поворот тела в левую сторону. После принятия передней стойки выполняется обратной пробивающий удар. Девятое. Шаг правой ногой вперед в направлении К. После принятия передней стойки выполняется двойной наружный блок. Десятое. Движение левой ногой в направлении К. После принятия передней стойки выполняется толчковый удар. Одиннадцатый. Правая нога быстро выдвигается вперед. После принятия обратной кошачьей стойки выполняется двойной пробивающий удар по почкам. Двенадцатый. Левая нога приставляется в направлении Кота. После принятия стойки взадника выполняется крестовый пробивающий удар. Тринадцатый. Поворот тела в правую сторону. При этом правая нога переставляется на шаг в направлении Кота. После принятия задней стойки выполняется верхний блок и нижний открытый блок. Четырнадцатый. Поворот тела в левую сторону. При этом левая нога поднимается и переставляется в направлении Нота. После принятия стойки взадника выполняется движение чашкой блюдца, после чего обе руки переводятся к правому бедру. Пятнадцатый. Выполняется боковой обратный удар. При этом левая нога ставится вперед в направлении Нота. После принятия передней стойки выполняется верхний блок и внутренний рубящий удар. Шестнадцатый. Выполняется удар вперед и прыжок вперед. Ноги двигаются в направлении Нота. После принятия обратной кошачьей стойки выполняется задний удар кулаком. Семнадцатый. Шаг левой ногой вперед в направлении Нота. После принятия стойки взадника выполняется удар локтем. Восемнадцатый. Выполняется серпообразный удар. При этом левая нога выставляется вперед в направлении Ла. После принятия стойки взадника выполняется удар локтем. Девятнадцатый. Левая нога выставляется перед правой ногой, после чего правая нога выдвигается вперед в направлении Ла. После принятия передней стойки выполняется толчок. Двадцатый. Шаг вперед левой ногой в направлении Кала. После принятия стойки внимания колени сгибаются и выполняется двойной пробивающий удар по почкам. Двадцать первое. Шаг назад правой ногой в направлении Кала. После принятия стойки взадника выполняется крестовый пробивающий удар. Двадцать второе. Поворот тела в левую сторону. При этом левая нога движется в направлении Кала. Двадцать третье. Поворот тела в правую сторону. При этом поднятая правая нога движется в направлении Ла. После принятия стойки журавля выполняется движение чашкой блюдца. Двадцать четвертое. Выполняется боковой удар. При этом правая нога ставится на землю в направлении Нала. После принятия передней стойки выполняется верхний блок и рубящий удар. Двадцать пятый. Выполняется удар вперед. Далее прыжок вперед. При этом левая нога переставляется в направлении Нала. После принятия обратной кошачьей стойки выполняется боковой удар кулаком. Двадцать шестой. Шаг назад правой ногой в направлении Нала. После принятия стойки всадника выполняется рубящий удар. Двадцать седьмой. Выполняется крестообразный удар. При этом левая нога переставляется в направлении Та. После принятия стойки всадника выполняется удар локтем. Возврат к исходной позиции. Правая нога приставляется к левой. Руки переводятся в область живота. При этом правая рука закрыта левой. Рассмотрим двадцать семь движений Хан Су сначала. В полном случае в левая ноге. В целом. В целом. В целом. В целом. В целом. В целом. Субтитры подогнал «Симон» 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 Плавно выполняется боковой удар в направлении К. Пятнадцатое. Левая нога быстро ставится на землю и после принятия задней стойки выполняется двойной крестообразный блок. Пятнадцатое. Шаг правой ногой вперед в направлении Та. Обе руки отрываются и вращательными движениями переводятся вперед. После принятия передней стойки выполняется толчковый пробивающий удар. Семнадцатое. Левая нога переставляется в направлении Н. После принятия задней стойки плавно, но с силой, выполняется верхний блок и нижний блок. Восемнадцатое. Поворот тела в левую сторону, при этом левая нога приставляется правой. После принятия стойки готовности, руки плавно переводятся к поясу. Девятнадцатое. Выполняется удар вперед. При этом левая нога переставляется вперед. Далее в полете выполняется боковой удар в направлении Ла. После принятия задней стойки выполняется верхний двойной крестовый блок. Двадцатый. Шаг вперед правой ногой в направлении Ла. Открытые руки круговыми движениями переводятся вперед. После принятия передней стойки выполняется толчковый пробивающий удар. Двадцать первое. Ворот тела в правую сторону, при этом правая нога движется в направлении К. После принятия задней стойки выполняется верхний блок и нижний блок. Двадцать второе. Поворот тела в левую сторону, при этом левая нога приставляется к правой. После принятия стойки готовности, обе руки переводятся к поясу через направление Та. Двадцать третье. Выполняется удар вперед, при этом левая нога выставляется вперед, после чего в полете выполняется боковой удар в направлении Та. При этом правая нога снова выставляется вперед, далее выполняется двойной крестовый блок. Возврат к исходной стойке правая нога приставляется к левой, руки переводятся к лицу, при этом левая рука слегка касается правой. Рассмотрим двадцать три движения и ее сначально. Рассмотрим двадцать четыре. Рассмотрим двадцать четыре. Продолжение следует... Продолжение следует... Мы с вами снова увидимся в следующей части фильма, посвященной поединку. Продолжение следует...